Друзья мои, всех приветствую. Конечно же, это Шоя Морозев, наш субботний выпуск. Очень много читаю. Ну, собственно говоря, все комментарии ваши читаю. Вижу, что программа постепенно начинает входить к многим в дом. И меня-то, честно говоря, очень заводит на новое совершение. Единственное, что хочу вам напомнить, что, конечно же, обязательно, во-первых, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, и, безусловно, присылайте видео, о которых я вас спросила с самого начала. Если вы видите что-то интересное, смешное, глупое, идиотское, дурацкое, еще какое-то, то, что вас привлекло в информационной сфере, обязательно присылайте эти видео. Прямо в комментарии присылайте, и мы будем их анализировать. Наглость лучше компенсации для ума. Об этом говорил в свое время Вейнингер, австрийский философ, получивший... Вейнингер, наверное, надо же правильно сказать, получивший известность как автор книги «Полухарактер. Принципиальное исследование». Эта книга была страшно популярной в начале XX века, особенно после его самоубийства он закончил не очень, да. Но мне, например, нравится другой постулат. Наглость является средством насильственного поднятия собственного достоинства путем искусственного обесценивания окружающих людей. Именно этим занимаются очень многие наши ломы, блогеры, люди, которых вы считаете своими, так сказать, цветочами и поводырями. Но я вам скажу только одно. Нет никаких поводырей в этом мире. Нет никаких великих кормчих. Вы можете их сами себе придумывать, как, знаете, жидкость для перетравливания пищи. Конечно же, это же легче, чем думать самому. Сказать же, ну, раз вот это вот сказала или тот сказал, значит, так всё правильно. Нет, только ваш мозг, ваша способность к анализу информации может для вас более или менее правильно установить истину. Всё, остальное, конечно, нет. Итак, рубрика «В ожидании самосвала с пряниками». Знаете, я думаю, что жизнь Татьяны Никитенко, она же Рагулина, которая, наверное, некоторые из вас знают, связана с какой-то нечеловеческой травмой. Я знакома с Татьяной много лет. Вот открою вам эту тайну. Более того, она когда-то работала на сайте «Публичные люди» и получала у меня зарплату. И, конечно, я ещё тогда заметила, что вот в своих этих изысканиях она люто ненавидит женщин, ну просто люто. Все её выпуски, даже вот с первых дней существования её канала, Рагули, кажется, он назывался, были посвящены, буквально посвящены этой ненависти. И даже теперешние, вот если вы посмотрите, откроете за месяц, ну вот внешность, сумки, какие-то придуманные истории, кто-то не так что-то сказал, не так прошёлся, не то спел. Просто, знаете, жалко женщину. Вот жалко женщину. Вот изводит себя человек за толику малую. В этот раз она, конечно, взялась так жёстко за Арестовича, называя его Олёшей, как она называла, подчёркивая это О, и намекая, что это как бы такая остроумная шутка. Потом внезапно заявила, что Олёша переживает какую-то травму, пытаясь находиться, как она сказала, в нашем информационном просторе. Посмотрите, это странно. У Олёши стала всякая, правда, активная драма. Арестович можно в этом любить, не любить, ещё что-то делать. Но Арестович всё-таки присутствует в нашем информационном просторе, в нашем, в нашем, ну раз в тысячу больше, если посмотреть на цифры под его видео, чем сама Татьяна Микитенко, да? Больше, чем Рагулинна. И мне кажется, что именно этот факт тревожит нашу полуголую женщину. Просто зайдите и посмотрите цифры. Дальше она начинает буквально, ну, упиваться, да? И не только упиваться, но и убиваться, показывая популярное интервью прошлой недели. Арестович, Гордон, Тищенко. Она начинает говорить, ну, как это так? Ну, в чём дело? Почему вот их показывают? Почему это самое популярное интервью? А вот у меня нет. Ну, потому что, когда она исследует, а там что-то происходит, у неё совсем маленькие цифры. И я понимаю, конечно, да, там... Кстати, Тищенко она почему-то при этом называет Константином. Да и хрен бы с ним. Константин, он или не Константин, сгорел сарай, горе и хата, как говорится. Я понимаю её чувства, потому что перечисленное интервью, там Гордона и ещё кого-то там, это 300-400 тысяч минимум, а у неё там 10. Да, и это, конечно, очень обидно. Мне кажется, что ей нужно вернуться к теме обо мне. Она периодически посвящает свою программу мне. И, кстати, эти программы всегда больше цифр имеют, чем все остальные. Поэтому, мне кажется, она должна вернуться к исследованиям, к половым исследованиям моего творчества. Это хоть как-то там, знаете, монетизирует то, что делает Татьяна. Дальше она плачет, что все эти ненавистные ей люди, которых она перечислила, пишут эфиры друг с другом. Но, видимо, не с ней, да? И сейчас пусть поплачет немножко, а потом дальше продолжим. Посмотрите видео. Вони дрочать один на одного типу через наскоки один на одного типу, критикуючи один на одного типу, роблячи проти один на одного зливи, але паралельно записываючи безкінечно кожен день етери одне з одним в лабезанні і зливанні, в якихось дуже дивных позах, голландських штурвалах и тощо, тощо, тощо. Странная жалоба, не правда ли? Пять минут назад она убеждала своих зрителей в том, что украинцы это не смотрят. Она говорила, да, украинцы это все не смотрят. А тут прямо переживай. Для чего это делается? Кто это смотрит? Мне хочется спросить. Татьяна, вы когда-нибудь слышали про свободу слова? Ну, ведь вот Гордон не интересуется. Для чего вы роботы, то что вы роботы? Или там кто-то другой? Или, я не знаю, Арестович или еще кто-то? Я вообще никогда в жизни, вот пока не начала делать этот выпуск, не смотрела вашу программу. Хотя периодически мне присылали, и говорили, что вы опять вспоминаете меня и занимаетесь мною. Да занимайтесь, ради Бога. Ну, каждый, у каждого своя, так сказать, своя стезя в этой жизни. Тут я понимаю, почему, так сказать, моя личность не дает вам покоя. Помните старый советский фильм? На его месте должна была быть я. Напьешься – будешь. Вот, как бы я вас очень хорошо понимаю. Ну, а вы что-нибудь слышали когда-то там про маркетинг, про качество материала, про то, что люди голосуют ногами, еще что-нибудь, да? Покупают билеты, покупают книги. Вот. Ну, это ладно. Должны же были немножко слышать, да? Ладно, дедушка Флойд не просто походила, а потоптался по вашей вот этой фигуре. Кстати, я не понимаю, почему постоянно не гляжа в кадре. Может быть, так надо, может быть, это тоже один из приемчиков. Но не надо предъявлять другим людям претензии, которые не предъявляете себе. Например, вы называете там Евросинину инфобарыгой. А почему не себя? А чем вы отличаетесь? Вы тоже сидите под своей лампой, тоже просите монетизацией. Иногда, правда, из-за вашего плеча выглядывает какой-то мужчина. Не знаю, кто он, но выглядывает. И какая его функция, непонятно. И роль. Ну, неважно. Ну, может быть, вам так легче. Не знаю. Когда там он сидит за вашим плечом. Заметьте, я вас не осуждаю за это. Даже если бы там сидело двое мужчин, тоже не осудила бы. И чтобы как-то компенсировать вот эту мировую несправедливость, справедливость, вот, как вам кажется, да, что там у Евросинины 300 тысяч, в среднем зрители там 400 тысяч у одного видео, а у вас нет. Вот. Вы там показываете вот эти скрины, вы пытаетесь там умножить на нуль этих людей. Если вы думаете, что стоп-кадры из разных программ, если вы так думаете, да, дорогие зрители, сейчас я вам показала эти скрины, где Татьяна сидит в кадре, вот, вы ошибаетесь. Это все разные программы. Вернее, если вы думаете, что это из одной программы. Вот это черное платье полуголое, вот, это последние там 3 или 4 программы. Я посмотрела одно буквально наугад, и, так сказать, мне повезло, как раз и вот этого друга, дурновато улыбающегося из-за плеча, не было. Поэтому, так сказать, только одну Татьяну мы смотрели. Вот. Не знаю, где был друг, может, он с собес пошел за пособием побезработиться, может, еще по каким-то делам, не знаю, но не было. Вот. Кстати, вы же помните эту банальную истину? Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Когда-то, когда еще Татьяна работала в публичных людях, у меня, как я уже говорила, в те времена она ремонстрировала ко мне очень даже неплохое отношение, даже симпатию. Вот. И как раз именно тогда она называлась вся Рогулина и начал этот самостоятельный проект. Тогда это даже было, может быть, с самого начала и симпатично. Но с годами эта маска так приросла к ней, и она настолько, вот, знаете, столько хабальства вошла в ежедневную жизнь, что она действительно стала Рогулиной по уровню шуток, по манере одеваться, по манере до... до людей. Там, и, знаете, вот это все, ее вот этот общий стиль, Рогульский, выдает в нее вот эту обитательницу, я не знаю, там, каких-то пивных ларьков. Ну, что тут можно сказать? Посеешь дерьмо, оно взойдет. Не представляю себе, как соседи это все терпят. Пахнет же запах. Еще одна рубрика. Еще одна рубрика, которая, мне кажется, вам покажется гораздо более симпатичной. Она называется «Заплати 500, и жаба тебе поможет». Я очень с большой симпатией отношусь к психологу Наталье Холоденко. Я ее люблю за веселье, за душевную раскрепощенность. Несмотря на то, что в ней как-то органично вживаются несколько личностей. Знаете, вот Вероника Степанова и Алексей Ристоевич. То есть некоторая такая развязанность с воспитателем детской колонии имени Макаренко. Вот она то один человек, то другой. Сама себя она называет нескромным психологом, как бы демонстрируя самоиронию и способность к изменениям. Я все життя ненавиджу, коли люди палят. Я ненавидила сигареты, я ненавидила оцей электронной, просто мене аж від них верне. Ну, а сигара взагалі перший раз в моих руках. Але я це роблю. Чому? Потому що я це засуджую. Обратили внимание на эту фразу? Сигара в моих руках. На тому, що я курю, тому що я це засуджую. Це дуже наглядна штука. Наталья зовсім не глупий человек і розуміє, що клінічна практика і шоу-бізнес в Ютубі – це суть разной речі. І по цьому, звісно, яка себе не здерживає. Вона вовсю пользується інструментами, які роботають именно в Ютубі. Хейт, шуточки, прибауточки, внезапные, так сказати, откровения, маски, которые она меняет, і она знає, що зритель це любить. Все це, я думаю, що вона неплохий психолог, і вона понимає, чим можна взяти человека. А знаєте, як один народний артист говорив, що якщо я кожен день буду со сцени знімати штаны і показувати свою задницю, зрители на моїх спектаклях будуть просто полна аншлага. І так вона і є, к сожалению. Люди люблять таке, знаєте, простое фриковство. Це нормально. А Наталья умеє использовать всі інструменти одні. Во-первых, вона умеє інтригувати. Для тих, хто не знає, що це і для чого, зараз розповім. По суті, в якійсь мірі, це демонстрація групового формату роботи. Ви обратили увагу на цей звук наливання жидкості в стакан? Чувається, що чоловік там що-то наливає себе, і почти уверена, що всі ви хотіли б узнать, що імено, але не, не знаєте. Наталья ніколи не струєт із себе демона, в відвічі від той же Рагулина, о которой ми говорили 5 минути назад. Ана чесно признається, що любить німного попити крові своїх зрителів. Ну, це такий, знаєте, це чисто такий, ну, як би ютубний БДСМ. «І, ви, що ви там расселись? Поднімите свої задніці, і давайте начнём». Вот такой тон любят многие, я в этом убеждалась неоднократно, і даже если це нескільки натужно, це все ровно часто приводить к успіху. Вот там є пара дівшек, які постійно розмовляють друг з другом, я не знаю, о мужіях, оргазмах, удачних-неудачних замужествах, подарках от мужчин. Ну, одна із них доволі органічно там материться, другая вот так вот, но произносять слово із трёх букв, да, натужно. І все ровно це пользується успіхом, тому що як чужа вульгарність, так і попутка бути вульгарній, она завжди буде приветствуватися. Не завжди буде приветствуватися попутка бути інтелігентним. Ну, що ж, ви ж знаєте без мене, що отрицательних героїв люблять більше, ніж положительних. І, конечно, успіх Натальи Холоденко, він створюється на ось цьому образі, так же, як все, як все, я по землі хожу, так же, як все, як все щастя себе прошу. От, посмотрите. От, коли ти платиш, не знаю, 100 доларів, тебе не мотивує, 200 не мотивує, а 500 дуже мотивує. Заплати 500, не для когось, для себе. Для того, щоб тебе жаба давила, не робити. Заплатити, говорить, три рази, і появиться мотивація. Не працює, дорога Наталья, особенно з теми, у кого чуть-чуть побольше денег, тому що, ну, я не знаю, я знаю дуже багато свої друзі і знакомі, які платили більше, ніж 500 доларів, і, собственно, не хотіли більше нічого общого їмати. Ну, їм було лень ходити там, були на спортзал, на якісь лекції, чи ще щось. А якщо речі про люди, у котрих кільниція депресія, ПТСР, поверіте, деньги взагалі не зіграють ніякої ролі. Якщо ви говорите, що якщо заплатите 200 доларів, так говно вопрос, і не будете ходити. А от 500 – це вже жаба задавить, як ви сказали. Да ну чушь. Але в полний восторг совершенно мене привела формулировка Наталії, що таке психолог. Психолог – це та людина, яка проводить розслідування. Розслідування, як ти робиш злочини проти самого себе. І так, оказывается, розслідування, друзі мої, розумієте? Як людина робить преступлення проти самого себе? Ну, взагалі-то, психолог і психотерапевт – це не одно і то ж. Ну, да ладно, знаєте, крупними мазками. Но сам підход. Ми, оказывается, люди, які працюють з психологами или которым потрібні психологи. Ми – преступники. Скоро прийде дядя или тетя, правильно, тетя Холодынка, і тебе накажут. Дядя-слідователь, ви ж помните, є хороші слідователи, і плохі. І прийдет і все розслідує дядя-тетя. Главное, щоб ви, ми, дорогі, не виписалися від страху. Понимаєте? Тому психологи, ви должны понимати, теж люди. Люді любят яхты, інтересних мужчин, нямного дурнуватих, як говорить Натаря Холодынка, таких, як я. Она говорит, трошки дурнуватих, люблю людей, таких, як я. Ну, то есть, как бы так, довольно конспективно обрисовывает своё представление о себе. Ну, а, как выясняется, какое-то время спустя Натаря Холодынка любит, ну, не только, так сказать, вернее, не так. Натаря Холодынка любит дурнуватих только на яхте. Ну, когда это там близкие знакомые, которые охлаждают арбузы в воде. А вот, когда она их встречает на улице, ей становится трошки страшнувата. Оказывается, Натаря не любит дурнуватих. И не любит понебратств. Гляньте-ка. Холоденко ображает своих подписчиков. Такий заголовок будет в этой рубрике. Меня сегодня несколько девочек узнали и просто, ну, физично там за руку схватила одна девочка. Друга там зі спины по плечу бахнула. Ну, я ж рідна людина, я каждый день в хаті. Ну, я дуже прошу по отношению до меня на цьому не робить. Це дуже неприємно, це дуже страшно і для мене це дуже дивно. Я в житті сторонню людину ніколи не трогала руками. Це тільки родичі можуть робить і то, коли я хочу. Вот. Це в чому? В тому, що ми часто позволяємо себе то, що ніколи не примем по отношению к себе. Такі діла, друзіям. Мамкин пирожок, політолог, с горішими буквами п, о, л і так далі. Остап Дроздов. Все ви знаєте Остап. Це електураль. Це да, це був його голос. Я чуть не включила вам, зараз включу. Ну, знаєте, як я вам скажу, Остап Дроздов – чоловік-фрик. Тут безусловно. Я думаю, що на цьому основана його некоторая популярність і, ну, середі определенних слоїх насеління, да, і то, що його фамилию знають, може бути, определенна частина людей в нашій країні. І, якщо ви не зрозуміли, Мамкин, політолог, може, от не зрозуміли, перше відео, да, може з вами об'ясниться ще жорстче. От, посмотріте. Садок вишневий колохати, хруші над вишніми ведуть, все так добре, мальовничо, мир наступає. Це можна втюхати дурному виборцю, а український виборець є ідіотом. Цитувати цього лучшого представителя політологів можна бесконечно. Особенно, я люблю його діалоги з Юлею Михайчиршином, у якому хороша пам'яті, яка може йому напомнити легко о роботі з Медведчуком. Ми маємо п'яту частину населення, простих людей, коли до них зайдуть в хату вороги, вони нічого не будуть робити. Ви в 2014 році мобілізацію зривали, представлено, статті мобілізації це геноцид. Було таке, чи не було таке? Юрій, не вам мені розказувати, з ким ви служите і кому ви служите, на яким каналам і за її роздопри. Я служу українською народу разом з Денисом Прокопенком, якого ви щодо бачили. Остапе, добсторонними бичаківські темники, в 2014 році зривали мобілізацію. А мене не цікавий, тому що ви проповідували підривну ідеологію послаблення української обороноздатності. А зараз кажете, що суспільство хворе Неволюковно. Вот такой человек, якщо ви відкрійте, якщо ви відкрійте, мені здається, чому я сьогодні о нього вспомнила і чому він буде одним із любимих герой в нашій рубріки «Шо я морозю». Потому що він совершенно не… Людина не проймається. Якщо у нього є задача посрати все, що можна, ну, він не брезгує такими інструментами, як лож, клівета, наветки, «Вот це бесконечне петушина «я так уважаю, я так думаю». Ну, извините, якщо ви так уважаєте і думаєте, то йдіть к бабушкам на скамейку. Оценка событий і людей требує, можливо, більшої сдержанності, остав до раздову. Ну, кому я так говорю? Человеку, який никогда не отличався не особим умом, не особой сдержанністью. Увы, шо маємо, ты маємо, говорил известний всем украинский президент. Увидимся, друзі мої! Редактор субтитров А.Семкин